Всем огромный привет! Сегодня полдня у меня выходного. Тут у нас в том месте, как всегда, трамвай. У меня здесь очень много дел. Улечки на Монументале. Зона Новосолярия и дома. Здесь, да, здесь тоже. Я очень долго проработала. Привыкла к этой зоне. Встречалась с Франческой, разговаривали. Она была очень довольна. Вышли с ней, пошли попили кофе. В клинике у нее ничего не изменилось. Говорит, что проблема сейчас, конечно, с оплатами очень сильная. Все подорожало. Не умер отец. Говорит, что Света, не поверишь, столько, ну, очень все подорожало, что даже тот дом, что мы не продали, говорит, поделя на троих, говорит, все равно не хватит сплотить ей долгов. Говорит, что очень тяжело, тоже она сама сейчас с мужем развелась. Ну, очень похудела, похорошела, очень такая интересная стала. Говорит, когда надумаешь вернуться надолго, говорит, сделаю контракт, возвращайся. Я говорю, хорошо, еще подумаю. В конец-таки я вышла, доверила, ну, на Эйбун или взяла поезд, потому что этот поезд в придаче новый, очень хороший. Там кондиционер работает. И вообще со всеми условиями. Также сама там есть дезинфицировать руки. Я потом покажу, как буду обратно ехать, и собака вышла такая в бантиках, кто-то ее привез. Сегодня у меня встреча с Робертой, встреча с Франческой. Вот, и в 4 часа надо ходить в врачу и взять лекарства. Ну, так, как бы, еще есть время час до врача. Я решила зайти в магазин, приехать на Вилла Банели, там где-то там и жили недалеко. Это мне более всех нравится зона. Она более удобная. И магазин, я все здесь знаю. Всегда воспоминания, как мы здесь гуляли с Вилькой, с Андрюшей, с Коляней. Ну, я эту зону очень люблю. Сиреневый цвет. Здесь меня всегда ждал Виля с Андреем, когда я приезжала с работы, встречал. Здесь они всегда гуляли. Здесь такая стоянка машины. Когда нет машин, более свободно. Такие воспоминания. Очень красиво нарисовано. Но хочу сказать, что в этот раз все-таки более чисто. Год назад я приезжала, было более грязно, мусора много. Но сейчас совершенно по-другому чисто. Сейчас ветерок, сейчас очень хорошо. Хочу исходить в магазин Риддл, кое-что купить. Потому что там, в нашей зоне, магазин Риддл Альян. Это здесь есть. Ну, как раз время убью. Ровно полчаса. Потом возьму поезд и поеду к врачу. Это зона Мальяна. Я здесь довольно часто бываю. Здесь жирная, знакомая. Ожидала, что Лиддл будет так недалеко перенесен. Здесь же на Мальяне. Недалеко там, где мы жили. Вот такой построенный видел. Ну, такой небольшой магазинчик. Сейчас зайду, посмотрю, что там есть. Знаю, что снимать там не разрешаю. Ну, по крайней мере, посмотрю, расскажу вам. С магазина иду на вокзал. Сейчас мне надо будет 4 часа принимать врач. Ну, что я хочу сказать. Что у меня остались очень хорошие воспоминания о Мальянина и Лабуныле. Мы прожили здесь более 7 лет всей семьей. Очень было приятно пройтись по улице. Вспомнить, как очень никуда ты не уезжал. Хотелось просто закрыть глаза и подумать, что мы все здесь рядом. И Андрей, и Коля, и Вилька. У нас еще две собаки, бабушка. Просто я вот так прошлась и так думала. Так закрыть глаза, как будто мы не уезжали. Мы все вместе здесь. И когда все вместе, конечно, это все по-другому. Вспоминаешь о прожитых годах здесь. Как нам было здесь все хорошо. Как мы здесь вместе работали. Коля учился, работал. Ну, конечно, когда ты сам, это совершенно все по-другому. На тростейвере идут к своему врачу. И все вспоминаешь, какое все-таки было время хорошее, когда ты мог хорошо ходить до операции. Переходить, быстро идти. А сейчас, конечно, это по-другому. Потому что в реальности это просто тащит за собой другой ногу. Да, надо было оценить то время, когда действительно бегал, ходил хорошо. Как трудно, когда не можешь хорошо передвигаться. Но, несмотря ни на то, я все-таки много прошла. Вот. И сейчас иду к своему врачу. Он сегодня не принимает, только по пунктаментам. Это если ты заранее запишешься к нему. Он принимает в понедельник, среда, пятницу. А в четверг, только с 18.30, так как он оперирует хирург в приватной клинике, надо к нему заранее записываться. Жалко, конечно. Надо будет заранее ему позвонить. Но, моё путешествие продолжается. Просто я хотела... У меня заканчивается препарат тринамия. То, что мне выписал врач. Я не знаю, какой здесь он препарат. Надо будет посмотреть в аптеках, спросить. Здесь, не знаю, продают они так или не продают. Может быть, здесь есть аналог этого препарата. Я поэтому пришла к нему, но жалко, что не получилось мне сегодня с ним встретиться. Надеюсь, на следующий четверг. Ну, такой поезд. Хитачи. Многое отсюда. Молодцы, кондиционерные, обрабатывающие средства для рук. Молодцы. Честно говоря, я не ожидала, что здесь такие поезда классные будут. Буквально всю зону направления. Помечу на аэропорт. Такие поезда ходят. Чисто. И комфортно. Надеюсь, что у нас тоже будут в Украине такие классные поезда. По улице, которая ведет пиноком, до пиаца Испании. Смотрю, здесь какая-то выставка. Кстати, здесь главная улица, где очень много дорогих магазинов. Сейчас у нас сейчас сальдо. Вод, кстати, тоже. Сейчас сальдо. И можно купить много. Лям по малину. И пройдите немножко туда ниже. Это колледж за розы продает по 2 евро штучка. Какие красивые фрески. Играет музыка. Спокойная тема. Поставлю свечку. Засыплю свечку. Затем дальше. Ближе к пиаце Испании. Там же все эти дорогие магазины. Хоть там и сальдо. Но зашла в один индийский магазин. Мне очень понравилось платье. Я помню еще когда-то мне с Кавказа тетка моя Галина. Она мне привозила в Москве. Там были магазины именно индийские. Конечно, они не стоили раньше. Именно сами магазины, которые продаются хорошие вещи. И здесь то же самое. Это в пределах 149 евро платье. Если там дают какую-то снежку, то она может стоить 89. И где-то оттуда. Затем в другие магазины. Конечно, все очень дорого. Это на людей, у которых есть большие деньги. А так в реальности можно какую-то купить сумочку. Хотя обувь. Обувь можно было бы купить хорошую. Но я спрашивала за свой размер. Нет. Мне дали адрес. Немножко дальше есть там магазин. ли я могу купить себе моего размера. Ну, сейчас мне надо возвращаться. Уже мне осталось полчаса. То, что меня спасает сегодня. То, что сегодня прохладно. Ветерок после дождя. И можно было бы немножечко погулять. Сейчас я возвращаюсь на работу. Надо быстренько идти. С другой фенера не получилось встретиться. Здесь такой ресторанчик. И отель. На Номинтане. Молодцы. Должен был быть дождь. Что-то тучи разогнались. И опять вышло солнышко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok